Уже который раз в выборе места, куда мне ехать, я выбираю Delta Inform, когда мне очень плохо становится. То есть ломается компьютер. Есть у меня, конечно, приятель, но он работает на комбинате, и поэтому его услугами пользоваться не получается так часто. Естественно, Delta Inform, что на Карла Маркса 164, это хороший и уже всем известный бренд. Но теперь у жителей Орженикизовского района, у жителей южных кварталов города Магнитогорска появилась возможность не париться при выборе компьютера и месте, где его обслуживаются. Сегодня и сейчас здесь, на Труда 21, Delta Inform. То есть счастье для южных районов очевидно, точнее счастье и спасение от неправильных цен, от наглости сетевых продавцов и от их же дилетантства. Компьютеры должны продавать только квалифицированные специалисты и заниматься их обслуживанием. Кстати, именно небольшие компьютерные магазины пошагового доступа распространены в нормальных странах, потому что в большинстве случаев нет необходимости покупать компьютер целиком. Достаточно поменять компоненты или из этих же компонентов собрать, что дешевле. И тут вопрос бренда и доверия. И то, и другое у Delta Inform проверено временем. Вам хотелось бы, чтобы у вас магазин был компьютерный, который не только продает компьютеры, но еще их обслуживает под боком? Ну да, приятно будет иметь. Чтобы рядом был. А теперь знаете, что здесь на Труда 21 открылся новый магазин Delta Inform? Ну теперь вижу. Один магазин Delta Inform был маловат для города, потому что, ну, так часто случается, что надо, чтобы компьютер пришел домой. Сейчас удобно расположение вот этого нового магазина? О, да, очень, конечно. Во-первых, это большой район, молодежный, много детей. Дети, вы сами знаете, сейчас все сидят в компьютерах. Естественно, это очень даже удобно. Удобно всем и родителям, и детям. В действительности, по-моему, надо учиться делать из обыкновенных вещей оригинальные вещи. И тогда будет и успех, и Apple в том числе. Вы находитесь в постоянном поиске. Что нашли и какая новая идея? Ну, мы решили предложить более зримое, так сказать, сравнение новой и БУ техники для, так сказать, телезрителей. Ну, чтобы они просто своими глазками увидели, так сказать, не наши слова, а как оно действительно работает. Мы вот подготовили к сегодняшнему сюжету две сборочки из новой, из БУ. Ну, то, что было в наличии, так сказать, приблизительно подходящее по производительности. И вот показали их в тестах. Надо определиться, что БУ – это не старая техника. Это тоже самая современная техника, которая продается успешно в сетевых маркетах. Да, конечно. В первом сюжете мы говорили, то есть люди сдают по разным причинам. Кто-то сдает, потому что, скажем, у него просто нет денег. Ну, свадьба у вас, господи. Зачем вам сейчас компьютер? Вы сдали компьютер, так сказать, потом вы купите-то новый, он уже будет новее, чем, так сказать, тот, который вы сдали. Поэтому техника попадает неоднозначно так, которая или не работает, или которая, скажем, там, старая. То есть не работающая, она вообще как бы к нам не входит, она сразу отсеивается. А то, что старая, она, соответственно, как бы уходит в свою ценовую нишу. А есть компоненты абсолютно топовые, которые я вам в прошлый раз показывал, которые, как бы, находятся в прайсах. В частности, процессор, как бы, этой машины, он в прайсе до сих пор, как бы, в серединке, даже не внизу. Ну, и ваша гарантия стандартная, она также распространяется и на технику, которая была. Конечно. То есть мы выдерживаем те же условия, о которых говорили и на той точке. То есть дается время на проверку компонентов. То есть если в течение этого времени, как бы, происходят какие-то проблемы, то есть мы принимаем претензии адекватно. Если бы мы просто сделали сюжет о открытии нового магазина, это было бы очень грустно. Не найти изюминку – это не в принципах ни моих, ни руководства Delta Inform. И вот передо мной была поставлена задача – найти две разницы между компьютером новым и компьютером БУ. Почему выбрали меня? Да потому что я с гордостью могу именоваться старейшим игроманом. И теперь для справки. В компьютерные игры начал играть еще на калькуляторы Electronica 65. А это было за три года до появления первых Синклеров. Так что мой игровой опыт – это 25 лет. Скажу честно, разницу между компьютером БУ и новым обнаружено не было. Что и показал еще и тест на производительность. Я посидел в интернете, вот последние новости, значит... Ну, Лавру и Стива Джобса не дают никому покоя, даже он то, что ушел. Понятное дело, все стараются, все придумывают то же самое, но дешевле. То же самое, но дешевле. В цифрах. Ну, как бы мы подготовили этот кульминационный момент. Мы сравнивали, заострю внимание, четыре компонента, которые работают в основном на производительность. Это процессор, материнская плата, память и видеокарта. Вот эти компоненты в играх, так сказать, и в серьезных приложениях в основном определяют производительность. Вот наши цены. То есть, 2500 просто экономлю, покупая современный компьютер. Да, это вы экономите на, так сказать, только этих четырех компонентах. Если, как бы, говорить о, скажем, полной конфигурации компьютеров, там будет еще, так сказать, более значимая разница. Потому что мы, к примеру, не оценивали здесь жесткие диски, да, то есть, естественно, на жестких дисках они сейчас дорогие, и скидки там гораздо значимее. Вот. Но в данном случае нас просто в производительности интересовало не какой жесткий диск стоит, а какая производительность. Поэтому вот мы оценивали четыре компонента. И еще поправлю, что в данном случае, как бы, сборка взята просто с витрин, бушная. То есть, ее специально не затачивали под увеличить вот здесь вот разницу. То есть, эту разницу можно еще, так сказать, сделать более значимой. И в действительности, зачем платить много, если можно купить то же самое, пусть это будет и немножко БУ. Мы, в конце концов, все же привыкли ездить на автомобилях БУ. Мало того, мы носим одежду БУ, потому что новая одежда. Одежда только в магазине. А потом, извините, все это БУ. Чистое, стиранное, ну, БУ. То же самое с компьютерами. Но просто вы понимаете, что новые вещи, практически новые вещи, которые кому-то уже сейчас не нужны. При детальной сборке специалистами фирмы Delta Inform могут служить не хуже, а, может быть, даже лучше фирменных брендовских. Ну, ладно. Они уже почти покойники и сворачивают свою деятельность. А Delta Inform развивается. И вот здесь, на улице труда 21, новое подразделение. Теперь понятно, где и с кем можно экономить. Мало того, какая фирма решает все ваши проблемы с компьютерами. Продолжение следует...